И однажды он участвовал в обраблении царствия, и царь спросил, спросил, какое у тебя последнее желание, когда его должны были наказать за это, лишить жизни. Он сказал, я хотел бы хотя бы один раз увидеть мою маму, а где же твоя мама? Когда привели маму, и она приблизилась к нему, его мать, видя сына, очень обрадовалась, а сын сказал, мама, я хочу сказать тебе что-то на прощание, на ухо, секрет. Когда она приблизилась, когда она хотела услышать, скажет сын, и кто-то рядом стоящий, и он взял, он взял и что-то... И он вместо того, чтобы он взял и отрезал ей, отрубил ей ухо, и все настолько поразились его поступку, и он сказал, моя мама с самого детства поощряла мои действия. Если бы она меня наказывала и следила за мной, я бы не стала тому, к чему я пришел в конце своей жизни. И нашила Городев рассказывал эту историю, и говорил в заключении, что в храм приходят люди даже, которые воруют в храме. Однажды украли деньги какие-то большие, похитили. Эти грехи, которые совершаются, начинаются с малого, а затем они заканчиваются большим преступлением. Вначале кто-то крадет телефон, а затем деньги, а затем он становится уверенным в том, что с ним ничего не произойдет, и у него греховные действия увеличиваются. Он чувствует себя наказанным и становится бандитом, который грабит людей на дороге. И также, где вы знаете, что каждый поступок, который совершается, вы можете спрятать его от других, но вы ничего не сможете спрятать от Такурджи, находясь в храме. Однажды тот же случай произошел, произошла также какая-то кража, и даже посадили в тюрьму эту личность. Ничего нельзя спрятать от Такурджи, который является свидетелем всего, что происходит. Переводите. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он рассказал DimaTorzok И никакого нет решения избавиться от ее страшного воздействия Но каким же образом Господь сохранил, защитил Шипарикшита Махараджа, который находился в лоне своей матери Он уничтожил этот жар, который охватил в этот момент, когда Ашватама выпустил эту Брахмастру, которая обжигала Утару Но Кришна, Он охладил этот жар И защитил своего чистого преданного Господь, Он хотел защитить Пандавов Почему? Потому что далее Парикшит Махарадж, который стал императором мира, он пришел в материальный мир С особой миссией На самом деле Пандавы не желали никакой войны, никакой вражды Они не хотели затевать эту страшную войну Они пытались как-то успокоить Дорьодану Обращаясь к Дрештарарте Они пытались, приводя всевозможные доводы, нормализовать ситуацию Это точно как, например, когда дерево Дерево, оно в себе содержит огонь И если потрете две палочки, огонь может возникнуть Точно так же, когда есть такой сын, как Дорьодана Который является не совсем благочестивым Пандава, он полностью был слепым Не только внешне, он также был слеп в своей привязанности к Дорьодане И он решил в своем уме, что Кауравы Они... Дорьодана, он считал, что Пандавы являются их врагами Пока их материальные запросы не будут удовлетворены И затем Ведур, который являлся братом Дхитараштри Дорьодан услышал наставление Ведуры, которое дал Дхитараштри И он начал оскорблять его, он сказал, ты даси путра Ты каким образом, ты вообще сюда пришел И ты даже не в состоянии, ты даже не имеешь права принимать просад в этом месте А не то, что давать наставление моему отцу И таким образом Дорьодана, он начал оскорблять Ведуру Который являлся братом Дхитараштри И он оставил, и мы слышали о том, каким образом началась Махабхарата И каким образом был защищен Парикшик Махарадж Господь, он превосгласил, превосходся Парикшик Махараджа Который стал императором мира И сейчас Мурали Прагу рассказывает о последних минутах Пхишма, который находился на лоне стрел Каким образом он оставил материальный мир Пхишма, поэтому он ждал особого звездостояния Особой консталляции звезд, которые являются очень благоприятными И поэтому он ждал это благоприятное время, чтобы оставить тело Лежа на стрелах, на поле сражения И все пришли встретить, повидать в последний раз Пхишму Петаман Пхишма также пришел туда И очень много святых собрались, окружили Пхишму Почему? Потому что Пхишма является одним из 12 Махаджан И эти 12 Махаджан, они беспокоились о том Они хотели понять суть Бхагавата И поэтому они вначале предложили пранамы Юдхиштыри И затем они предложили пранамы Предложили пранамы Предложили пранамы Сейчас он цитирует шлоку, которая касается Расалины Крешны Которые пришли в Става Стуте К которыми они обратились Кришне превозглашая его красоту Его удивительную улыбку О том, как Кришна Он вошел в Расатанец А затем он исчез Оставил в Раджа Гопи А в Раджа Гопи Они испытывали невносимую разлуку Они имитировали Они имитировали себя, считая Кришной И таким образом Они объясняли И прославляли деяния Сладостной Лилы Кришны И в этот момент Драупади находилась там И она улыбнулась Когда слушали все Когда дали Дали настояние разлуки В Раджа Гопи Когда Кришна оставил их Они обглуждали по лесу Они чувствовали такую разлуку о Кришне Что они были не в состоянии Уже были поддерживать свою жизнь И однако годы Она себя представила путаной А другая Как будто бы маленькая Маленький Кришна Принимает молоко Этой путаной А некоторые держали Герач Гавардхана И они таким образом Погрузились В воспоминания Кришны Изображая все эти Сладостные Лилы Находясь в лесу Кришна он знал Знал о том Что он хотел Просто повысить их Их сильное желание Чтобы оно еще увеличилось А разлук Она всегда Повышает это чувство Особой встречи Она питает эту встречу Что такое любовь Любовь это значит отдать Без всякой Без всякой корости Отдать все Что у тебя есть Тому Кого ты любишь Синьгара раса Которую совершали в Раджакопе Они делали это все Лишь только ради Кришны Они были полностью Преданы Кришне И когда Кришна Он оставил их Покинул расу Почему? Для того Чтобы усилить настойчивость Раджакопе И когда они видели Следы Отпечатки Лотосный стоп Кришны Они узнавали И в этот момент Они погружались Когда увидели Еще маленькие Маленькие следы Рядом со следами Кришны Они подумали Кто же это удачливая Гопи Которая находится Кришна наедине Ради нее Он оставил нас Насколько она удачливая И таким образом Они видели Видели эти Отпечатки Отпечатки Лотосный стоп Кришны Которые имеют Особые божественные Знаки Символы Которые Означают И имеют Очень глубокое значение С левой На левой На левой Стоп Кришны И имеется Эти знаки Такие как Свастика Такие как Кнут Который погоняет Слона И так же Флаг И многие другие И так же Там же имеется Раковина И другие Благоприятные Четыре Кайлаша Четыре Кайлаша Которые Символы В общем Откара Они на ее Лотосных Стопах Она так же Имеет Раковину Знак Изображение Раковины И так же Сережки И затем Изображение Рыбы Кришны Больше Кришны Больше Знаков На правой Стопе Ушим Откара На левой Там Чакра Так же И лотос И лотос И анкуш Которым погоняет Слонов Специальный Анкуш Он называется И так же Изображение Луны Шучитание Муха Прабой Имеет 22 Знака Что является Больше Укришны 19 Ушим Откара Чуть Меньше Муха Путин Говорил Ну Шучитание Муха 22 Символа На его Божественной Стопе И Когда Вража Гопи Они смотрели На На Знаки Которые Отображались На стопах Лотос Стоп Кришны Те Которые На На Страничном Этит Харане Ее Саджати Гопи Свапакша Гопи Они Сразу Отличили Что Эти Среды Принадлежат Шимоте Харане Кришна Он Взял Шимоте Харане Почему Потому Потому На Расешвари И Вража Гопи Которые 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 Возгорделись Тем Что Считают Что Кришна Принадлежит Им Каждой В отдельности Что Он Танцует Только С ней И Проявилась Гордость С помощью Которой Они Считали Что Они Самые Любимые Самые Лучшие Для Кришны Я Счешу Когда Я С вами Когда Говорил На Раса Панчатхьяна Объясняя Объясняя В то время Многие святые находились В собрании Один святой Шаматиратхарани Она Она Принимала Очень многие Формы Для Счастья Кришны Иногда Она Испытывала Салки Муд Которую Она Проявила Во время Раса Танца И Она Покинула Этот Раса Танец Иногда Она Была Очень Благоприятна Для Кришны Имея Другое Настроение Как Б Много Много Настроений Ради Служения Кришны Шаматиратхарани Она Принимает Далее Мрари Прабу Цитирует Шлоку Которую Далее Продолжит О том Что В читании Прямы Которые Они Испытывали В виде Радху И Кришна Вместе И Так Это Возьмет Время Чтобы Рассказать Об этом Об Особых Прям Что Такое Прям Это Нитья Ситха Сидье Сидье Иногда Любовь Которую Проявляющую Матитхарани Она Достигает Таких Высот Которые Невозможны Для Кришны Еще Матитхарани Ее Любовь Она Настолько Безогранична Но У нее В сердце Нет Никакой Гордыни И И Если Некоторые Раджакуби Они Испытывали Эту Гордость Когда Во время Рассказа Они Возгородились Матитхарани Она Не И 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 Гордость Гордость И вот в таком настроении самопожертвования, в служении Кришне, она считала себя совершенно недостойной, недостойной Его любви. Кришне, 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 кришнам, и Белли, в шамотмадхарани обращалась к Саакхи. Если Кришна совершает что-то не так, на самом деле, когда Он поступает жестоко, якобы на самом деле, это я, я совершенно не заслуживаю Его любви, поэтому, как я могу, как я могу находиться в этой разлуке, как я могу, если со мной произойдет, и я наконец-то покину это бесполезное тело, И я, пожалуйста, все, что здесь, все, что этот воздух моего тела, вода и все остальные составляющие моего тела, она там очень красочно объясняет, но Ради Прабу сейчас не стал говорить об этом, просто Он подчеркнул, что отдайте это все, что у меня есть на служение Кришне, помогите мне. Я хотел бы закончить на том, с чего я начала, о том, что когда Парижит Махараджа, Он обрел возможность слушать Чимат-Бхагаватам и как Чимат-Бхагаватам, объясняет эти особые сокровенные темы, касающие Расалилы и других, которые зашли из лотосных уст Шокодава Госвами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 в особо молитвенном состоянии, обращаясь к Кришне. Она продолжала воспевать славу Кришну, славу Истоте, совершая намаскар Тебе. О, Кришна, Ты являешься Пуруша. Ты являешься очень много Пуруш. Кришна говорит, почему Ты обращаешься ко Мне, Пуруш? Ты являешься Адди Ишвара. Ишвара Парамакришна, Сочитананда Виграха. Ты являешься корнем, источником всего человечного, Вахачакрахчатакур объясняет, что Ишвара, он используется также для... Для Индры можно использовать, или же для очень величайшего царя. Разве Индра, он находится в этих планетных системах, А ты, Кунти говорит, ты находишься за пределами этих 14 планетных систем. Ты являешься самим Кришной, самим Верховной Личностью Бога. Ишвара, ты находишься также за пределами Майи. Ты являешься Господином Майи. Одновременно с этим ты находишься вне ее влияния, за пределами Майи. Ты присутствуешь. Ты также защищал Парикшита Мухараджа в Лоне Матери и также в своем прекрасном облике. И ты предстаешь нашему взору. Далее она говорит, Кришна Васудавая. Тот, кто поклоняется Кришне, он настолько удашлив. Необычный человек может совершать бажен Кришне. Почему? Потому что Кришна Бабтия, она только совершает служение Кришне. А кто такой Кришна? Он является своим Бхагаваном. Он и также все его инкарнации являются инкарнациями Кришны. А Кришна является Мул, источником всех инкарнаций. Также Васудавая. Почему Васудавая Мухараджа? Он очень удачлив. Как Шивджаганат. Он является повелителем Вселенной. Ты являешься Господом Вселенной. Но также ты принял Отца, которого зовут Васудава Мухараджа, который является твоим Отцом. Хотя ты являешься источником Всевотворения, одновременно с этим ты принял Васудава Мухараджа как своего собственного Отца. А Девакина еще более удачлива. Шри Кришна, когда он показывал свою Вселенскую форму, Яшода Маи, она могла видеть Кришну во Вселенской форме. Но тот же самый Кришна, он и зашел из луны самой Деваки. Поэтому она держала его в своем луне. И она более удачливая, чем... Нанда Гоб Кумар, далее... Здесь имеется в виду Чен Ишода. Далее Нанда Гоб Кумар. Это тот, кто... Тот, кто инкарнировался, находясь в тюрьме Камса Матория. И кто мог видеть Кришну в маленькой форме. Это Нанда Мухарадж, который мог успокоить Кришну, совсем маленького мальчика, который плачет. Это сам Нанда Мухарадж, который насладился этими сладчайшими делами Кришны. Поэтому он более удачливее, чем Деваки. А кто еще более удачливее, чем Нанда Мухарадж и Тавраджа Гобки. Почему? Потому что они... Родительская любовь, Ешода, Нанда Мухараджа к Кришне, но в Раджа Гобке они испытывают еще больше... Удовлетворяют сердце Кришны. Почему? Потому что Кришна, Он сам говорит, «О, Мои, Враджа Гобки, я не в состоянии Вам отплатить свой долг перед Вами». Даже если есть многочисленные Враджа Гобки, кому Кришна обращается в имени Говинда. Кто такой Говинда? Это тот, кто удовлетворяет чувства каждого живого существа Говинда. А кто может удовлетворить чувства самого Говинда в полной мере? Это Шиматер Атхарани. И поэтому среди всех Враджа Гобки это сама Шиматер Атхарани, которая является жемчужиной среди всех Враджа Гобки. И мама Ешода, она говорит, объясняет, что как в этой последовательности, и в конце концов в этой последовательности она достигает высочайшего уровня положения Шиматер Атхарани. А иногда те, которые комментируют шлопу, несколько, кто в действительности, кто читает Шимат Бхагаватам, и кто-то спросит, а где Кришна был рожден? Тот, кто читает Шимат Бхагаватам, скажет в Матхуре, потому что Кришна Васудева, и что означает сын Васудева Махаража. И поэтому в Матхуре обычные бандиты, они сфокусируются на этой шлопе, что Кришна Он Васудева Нандан. Но Шилович Наватбача Краваде Токур объясняет. Когда Шилагурадев рассказывал Харикатху Матхуре, он всегда говорил, он никогда не позволял, чтобы кто-то утверждал, что Кришна является сыном Шивиасадева и Дейваки, когда Харикатха происходило, и кто-то сидел впереди, Шилагурадев своим милостным, трансцендентным взглядом, который обладает трансцендентной могуществой, он никогда не позволял никому говорить какую-то апоситханту, как, например, рыба, которая посмотрит на яйца, и таким образом она поддерживает, заботится о них, она просто смотрит на яйца, и таким образом происходит такие все зародыши, которые там, они начинают развиваться. Путипочитар Махарадж просит всех, Брамачаре, приблизиться, сесть поближе. Таким образом люди, которые, они трактуют эту шлоку, утверждают, что Кришна является сыном Васуддева Махараджа, но человек, что он хочет кровать в это кур, в комментарии к этой шлоке объясняет, что здесь имеется в виду Васуддев, но какой Васуддев? Имеется 8 Васуддев, и через 8 Васуддев самый высочайший является Васуддев, который наслаждается родительскими отношениями и пришел в форме Васуддева Махараджа. В то время из 8 Васуддев он пришел, как бы он воплотился частичным образом в тело Шинанда Махараджа, точно так же, как вот Тхара, которые совершали эскезы, дроны Тхара, которые совершали эскезы, чтобы Кришна стал их сыном, они затем воплотились, являясь частичным воплощением Ешудды, они вошли затем в ее трансцендентное тело. И точно так же Васуддев, он вошел в Нанда Махараджа, почему? Потому что Нанда Махараджа, он является источником, и это скрытое значение, Васуддева на самом деле объясняет Нанда Махараджа, он является в этом значении отцом Кришны, а не Васуддев Махараджа, потому что Васуддев Махараджа частичное воплощение. Адейваки, она также иногда обращается Ешода, Ешода, которая некоторые говорят, что Вы устанавливаете свое собственное значение, потому что во второй шлоке этого, во второй строчке этой шлоки далее. Во второй строчке проясняется Нанда Махараджа, как бы если в первой строчке кто-то мог сказать, хорошо, ладно, Кришна является Нанда, Нанда, Ешода, Нанда, но второй строчке здесь подтверждается Нанда Гопкумар. Нанда, он является Атмой, Кришна является Атмой, сыном Нанда Махараджа. Когда Кришна родился в Гокуле, насколько Нанда Махараджа был счастлив, Говинда, слово Говинда, тот, который повелевает чувствами, Го, также, Гопи, Коровы, Гопы, тот, кто дарует счастье и веселье и заботе, счастье и веселье вот этим всем перечисленным, также телята и коровы, он является Говиндой. Здесь также имеется пример, который может сравнить с лотосом, лотосы, лотосные глаза, лотосные стопы, лотосные руки, лотосные губы. Здесь имеется восемь лотосов на теле Кришны. Каждую часть тела Кришны можно сравнить с лотосом и также вот этот башен, который рассказывает о лотосных стопах, Ните Нанда Прабо. Ну почему человеческий человек такой задает вопрос? Почему сравнение именно с лотосом? Почему? Потому что лотос, он является очень как бы он охлаждающий. Потому что кто смотрит на распустившийся лотос, который выглядит необыкновенно красивым, и когда когда мы видим так же Кришну, наши глаза радуются и испытывают необыкновенное счастье, тоже так же, когда распустившийся лотос, он так же приносит особое удовольствие, когда мы видим его. Почему? Если я не смогу обрести Даршин Кришну, то какой же смысл того, что у меня имеются глаза? Какое истинное положение глаз? Чтобы обрести Божественный Даршин Кришны. Свами же так же объясняет, если с помощью этих глаз мы не сможем не сможем обрести Даршин Кришны, особенности, когда его волосы украшены павлиным пером, гопи, они так же обращаются в чем успех, в чем предназначение глаз, самый высочайший успех глаз того, кто может увидеть Кришну. не только Кришну, позади Кришны и Баладе в Рабу и не только можно увидеть это окружение, в котором находится Кришна, это является высочайшим призначением глаз. И здесь сравнивается прекрасные особенности Кришны, его красоты с лотосами. О, Кришна, ты единственный, кто может удовлетворить, который может освободить Деваки, который смог освободить Деваки и Махараджа. в Раджагопе говорят, сколько раз так же ты освобождал нас от всех опасностей, всегда приходил на того, чтобы защитить нас. Имеется очень много проблем. Пандава Пхима вы знаете, он очень любитель хорошо покушать, очень. Когда он был маленький, Дорьёданов сказал однажды, когда он видел, как Пхима употребляет столько пищи, он подумал, что он, наверное, станет могущественнее, чем я. И поэтому он всегда пытался убить Пхимю. Однажды он положил яд в ладу сладости и предложил их премии. И Пхима, когда съел эти ладу, он потерял сознание. Кришна, находясь рядом, вошёл, вошёл в воду, но казалось, что тело, оно в этот момент, в этот момент, Кришна, он, Кришна, Кришна, он, Нагакань, я не, я не поняла, здесь, и на самом деле, и на самом деле, Пхима, он выпил сладостную воду этого озера, но когда он вернулся, вернулся посмотреть состояние Пхимы, он был ещё более сильный, и его сила, она достигала силы десяти тысячи слонов, и он был ещё более здоровым, и когда Дурьёдана увидел его, он очень огорчился, когда Яду Криха был рождён, когда эта история произошла, вот это он рассказывает, а вот о том, как Драупаде, перед тем, как она должна была выбрать, кто женится на ней, были условия для того, чтобы выстрелить, выстрелить в рыбу, которая находилась на, которая находилась высоко, и смотреть в её отражение, в отражении, в масле отражения, нужно было смотреть в отражение, выстрелить, выпустить стрелу, и попасть в глаз этой рыбы, и затем, как возможно, каким затем Арджуну, он смог это сделать, он смотрел на масло, и увидел отражение, и вот здесь как бы вспоминается эта сладчайшая лила, в этой шлоке, которая объясняет, что во многих случаях, Кришна приходил защитить Пхиму, Он пришёл защитить пандавов, и далее перечисляется, когда пятеро пандавов, они были в изгнании, они скрывались, Пхима был женат, У него была вторая жена, Дропа, ещё была жена, как-то звали её, Сурьедев в этот момент он дал какую-то особую стрелу, которая всегда достигала своей цели, и там произошло какое-то сражение, почему, потому что кто-то спросил Дурьёдан в тот момент, и ещё он испугался, потому что он находился где-то недалеко, и Дурьёдана, он, Карана, также находился рядом с ним, и он подумал, у меня есть такая стрела, которую я придержу для Арджуны, чтобы убить его, но с этого момента, когда это произошло, вот, и когда Арджуна, Арджуна, он был спасён, почему, потому что Кришна пришёл, потому что Карана начал оскорблять Кришну, он оскорблял его в течение, когда сто раз он совершил оскорбление, вот, Кришна убил его, и таким образом сохранил жизнь Арджуни, который, которого он собирался убить, этой особой стрелой, когда пандалы всё потеряли, всё царство, всё, что они имели, вначале всё это постепенно, а затем позже Дурьёдана сказал, обратившись в Дроупаде, я хотел бы также обрести сокровище в Дроупаде, знаю, когда азартная игра произошла и пандалы проиграли, тогда Дурьёдана обратился, и он обратился, ты сказала однажды, когда я находил, потому что он был очень зол на неё, он сказал, сейчас приведите в Дроупаде, она теперь уже не принцесса, она теперь моя служанка, вы должны её за волосы привезти сюда, я жду, и он оскорблял её таким образом, Дурьёдана, он хотел её раздеть, и тогда Пхим, он был так разгневался, я те руки, которые ты используешь для того, чтобы сорвать, 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 сорвать саре, саре, Дроупаде, кто на самом деле, кто защитил Дроупаде, когда она находилась в этом безнадёжном состоянии, сам Кришна, Адурьёдана, и на самом деле, этой самой ситуации, которая находилась в Дроупаде, даже её пятеро мужей они не могли помочь ей, и она подумала, а может быть, Крипачария, Дроначария, Пхимапитамак, кто-то поможет мне, но они так же молчали, а может быть, она пыталась, но никто, никто не пришёл, никто не помог ей, и затем Дроупада, когда она объясняла это Утаре, рассказывала, когда Джасана пытался сорвать с меня саре, я испытывала в этот момент, что никто мне не в состоянии помочь, я это реализовала. У меня была такая гордость, вначале, что у меня пятеро мужей, но когда была на самом деле большая проблема, лишь только единственный Кришна, который играет на флейте, который держит флейту лотосную ногу, он смог защитить меня. Таким образом, Дроупаде дала наставление Утаре, ещё Пуджапад Шидар Махараш сказал, что Дурьёдана, он хотел отомстить Дроупаде за то, что она оскорбила его, когда он, думая, что это вода, которой не было во дворце, он пытался обойти её, Дроупаде засмеялась и сказала, ты такой же слепой, как твой отец, и вот Дроупаде, и за то, что она сказала эти слова, Дурьёдана, он хотел отомстить. И когда произошло спасение Дроупаде, она подняла руки, и она обратилась, вначале она обратилась, Огавин, да пожалуйста, спаси меня, спаси, я совершенно одинока, и мне никто не станет помочь, ты единственный мой защитник и покровитель. и когда в этот момент, он пытался, пытался продолжал, но Сария стала бесконечным, когда Доруа Сариши, он так же пришёл, однажды, когда, он рассказывал следующую историю, однажды, Доруа Сариши, он пришёл, вы знаете, его особое качество, ему очень легко удовлетворить, сделать счастливым одновременно, очень легко он может разгневаться, и наложить проклятие, однажды, таким образом, о Дропаде, Дорьёдана, он знал, что у Дропаде имеется горшочек, с помощью которого она могла накормить Вселенную, но, когда она сама принимала, принимала пищу из этого горшочка, он переставал производить, и тогда, когда этот Доруа Сариши пришёл, Дорьёдана, который удовлетворил его полностью, сделал счастливым, тем, что он его хорошо принял, он сказал, прости, что хочешь, он сказал, пожалуйста, пойди, а после обеда, после обеда, и проведай пандаву, который находится, в лесу, и он специально сказал об этом, что после обеда, он знал, что в этот момент, Дропаде, она моет этот горшочек, который уже не может производить пищу, и когда он пришёл, Дорьёдана, не один, а 10 тысячи учениками, учениками, и этот, и этот, Ютхи Ширы Махарадж встретил, очень приветливо, но когда он увидел, что он пришёл в окружение, такого, большого количества учеников, он попросил Пхиму, чтобы Пхима, он пошёл и сказал Дропаде, чтобы она приготовила пищу, для того, чтобы угостить всех, и когда Пхима пришёл, он узнал, что Дропаде, она всё закончила, и уже горшочек не может больше, ничего приготовить, и они оказались в совершенно безнадёжном состоянии, и затем Дропаде, она подумала, только Кришна может помочь, он обращается ко мне с Сакхи, и он является для меня тем, кто в действительности может помочь мне, она сложила ладони, закрыла глаза, и она обратилась, о Кришна, упадет Апаван, о Ты, Тот, кто защищает падшие души, Ты, Бхакта Вацали, Ты имеешь очень большую привязанность к преданным, Ты преданным, пожалуйста, я не беспокоюсь о себе, но Пандавы, они Твои преданные, пожалуйста, приди и спаси нас. Когда Дропаде, она начала памятовать о Кришне, он находился в двороке, Камьевана, 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 это двороке, в этот момент, Рукмини, она кормила Кришну, Камьеван, где они находились, двороке очень далеко, и в этот момент, Рукмини поставила тарелочку, просада перед Кришной, но Кришна не в состоянии, он в этот момент, он не мог ничего принимать, Рукмини спросила, почему, он сказал, преданные зовут меня, я должен пойти в лес, Камьеван, там, где Дропаде, они зовут меня, она сказала, тарелочка перед тобой, и ты отказываешься от просада. Кришна ответил, если мои преданные находятся в таком положении, я должен оставить. А в этот момент, Дропаде стояла за при глаза и памятовала о Кришне. Кришна сразу же пристал перед ней и сказала, о Панчеле, о Дропаде. Она почувствовала, это голос Кришны, и каким же образом он пришел сюда, она открыла глаза и увидела Кришну перед ней. Если вы зовете как Дропаде, в таком состоянии, в котором она знает, когда вы знаете, что никто не может вам помочь, как Дропаде, с какой любовью, с какой верой она звала Кришну, Кришна ответил, сказал, Кришна сказал, обратившись к Дропаде, я очень голоден, рукми не приложила мне еду, но я отказался, я очень голоден, ты должна покормить меня. Дропаде сказала, о Прабу, я на самом деле, до тех пор, пока я ничего не принимаю, горшочек могут производить, столько количества, сколько нужно, но когда я принимаю, после всех горшочек перестает функционировать до следующего дня. И тогда она сказала, я не могу тебя накормить, а Дропаде пришел с 10 тысячей учениками. В этот момент Шри Кришна сказал, ты должна проверить хорошо этот горшочек, и в конце концов она нашла там маленький рис, зернышко риса, он принял его, и полностью, он был полностью удовлетворен, затем он выпил воды, Кришна это тот, кто поддерживает целую вселенную, и его, когда Кришна удовлетворен, тогда и все, все удовлетворены окружающие, точно так же в этом случае, когда Кришна съел эту рисинку и выпил воды, в этот момент Дурваса Риша его ученики почувствовали, что как будто бы они столько много уже всего съели, и что у них уже нет маленького местечка, куда бы можно было еще, что бы можно было принять. Кришна сказала, Кришна вместе с Драупади, Драупади находился, а Пхима, он отправился для того, чтобы пригласить Дурваса Риша и его учеников, и когда они увидели приближающую Апфиму, приближающуюся, Крис, Дурваса Риша, он подумал, что у нас нет даже, невозможно, невозможно ничего, чтобы мы могли принять, а он еще шел, и у него было через крючок париться или что-то такое, и когда они увидели его, все очень испугались. Дурваса Риша, Дурваса Риша, все. Дурваса Риша, он очень сбился. Мы можем понять, мы должны понять еще так же на этой прекрасной сладостной истории, насколько Кришна является Вацалией, Бабху Вацалией, который всегда готов защитить своих преданных. И точно так же, когда Пхима, он сражался с Друначари, являясь гуру, и он был настолько могущественным, до тех пор, пока не держали Пхима и этот Друначари, Арджун, пока не держали лук и стрелы в своей руке, они были настолько могущественны. И здесь также Ашватана. Далее Кунтия продолжает так же защитил нас от Ашватана. И в Ставастуте она далее продолжает. Тот, кто родился очень образован, он образован, красив, очень богат, и так же родился в высококрасной семье. Это является препятствием совершения Баджана. Но тот, кто окончен, у него нет никаких желаний, кто очень смиренный, у него нет материального богатства, он окончен. Единственное сокровище, которое он имеет, это ты, Кришна. Панчи, Пантовы и так же Дру Махараш, Прохлада Махараш, они были окончены. Что означает? У них никакого не было материального сокровища. Нет, они имели, но они не были привязаны к этому материальному сокровищу. У них не было никакой гордости обладания материальными богатствами. Единственное сокровище их сердца Параматрик Тхан, это трансцендентное сокровище, и их можно назвать Акинчина. А ты являешься господином всех Акинчина. Ты являешься хозяином всех тех, которые предались тебе, являются Акинчина. если кто-то имеет материальное богатство, у него очень гордыня возрастает от того, что он богат, от того, что он красив, от того, что он очень образован. когда Кали искал место, это место там, где золото, где он мог жить. И там, где золото, там живет Кали. И там же, где азортные игры, незаконные отношения. И там же, где опьянение алкоголя. И поэтому тот, кто имеет очень много денег, так же. Почему? Потому что все эти незаконные действия может совершать тот, который очень богат. И поэтому Кали находится там, где деньги, где золото. Он присутствует в этом месте. Когда Кришна спросил о благословении, Кунти сказала «Пожалуйста, Кришна, даруй мне проблемы. Лишь только когда у меня будут проблемы, я состояние буду пометовать о тебе. И это для меня. Если ты хочешь даровать мне особое благословение, даруй мне богатство». Каждый молится. «Пожалуйста, Господь, даруй мне богатство». Кунти она просит Кришну о проблемах, трудностях и невзгодах. Почему? Потому что она обращаясь. Кришна, когда у нас есть проблемы, когда ты всегда приходишь к нам, а когда мы счастливы, мы не имеем такой возможности иметь твой даруй. Потому что когда мы счастливы, мы забываем о тебе. Вот кто очень богат, кто не может поклоняться Кришне в полной мере и памятовать о нем, потому что его ложное эго не позволяет ему обрести истинное служение. На этом молитва кунтия завершилась. Как не работала? Ты что, не слышала? Да я же рядом с ним. Как радио не работала? Ну, у него нет телефона. Это что, не это не не это трансляция. Спасибо.